Вы что, нарочно, что ли? Не понимаете? Да нет, я серьёзно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь, блин. Ну, полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну, вот ты, дед, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что этот товарищ молотит? Да, слушаю, это серьёзно. Да, серьёзно, а я ничего понять не могу. Ну, ничего не могу понять. Не успокойся, зачем же нервничать? Полдень, жара. Мишка, малый лет тридцати, сквернослов и разносчик похабных анекдотов оглядывает двор. Никого нет. Только в дальнем углу возится со своей старой окой дядя Вася. Дядя Вася человек серьёзный, обстоятельный, но других слушателей нет. Привет, дядя Вася. О, Михаил, здравствуй. Анекдот новый есть. Анекдот? Да. А что, сегодня воскресенье? Почему среда? Муж возвращается из командировки раньше времени. Рожа у Мишки начинает лосниться. Муж? Да, раньше времени. Понятно, говорит дядя Вася. Дела все переделывал. Работник хороший. Побольше бы таких надо. А то скоро всю страну по миру пустим. Разве это работа? Куда вот они смотрят? Кто? Правительство. Да ты погоди. Глаза у Мишки делаются сальные. Муж возвращается из командировки раньше времени. А жена не ждала его так рано. Ясно. Дядя Вася мотает головой, смеется. Беда. Не приготовила ничего. Моя тоже, как мне нет, дня два, три, ничего не готовит. Говорит, отдыхаю от готовки. Ну вообще, что хочу сказать. Я за ней, как за каменной горой. Побольше бы таких женщин. Вот ты как хочешь. А сейчас женщины пошли балованные по всей стране. Так разве это дело? Мишка цыдит сквозь зубы. Я тебе, между прочим, анекдот рассказываю. А, извини, забыл. Ну-ну, чего там? У Мишки уже нет никакой охоты рассказывать, но теперь и не рассказывать нельзя. Муж возвращается из командировки раньше времени. А жена не ждала его так рано. Муж входит, а с женой его приятель. Понятно, говорит дядя Вася. Проведать зашел. Ну, чтобы не скучала одна. Ну. У Мишки снова начинает растекаться по роже улыбка. Для пущего эффекта он выдерживает паузу. И уже готов выстрелить самой солью анекдота. Но в это время дядя Вася говорит, побольше бы таких приятелей. Каких, улыбится Мишка. Таких объясняет дядя Вася. Сейчас вот ты хочешь обижайся, хочешь нет. Одна корысть, а не дружба. Какие-то вы все пошли прохвосты. Мишка начинает смотреть на дядю Васю из-под лобья. Раньше и не просит человека, видят худо ему, помогут. Сейчас криком кричи, никого не дозовешься. Разве это дело? Что молчишь? Сказать нечего. Риятель, между прочим, Мишка гнусно ухмыляется. В чем мать родила? Так и раньше не богато жили. Парирует дядя Вася. Делились кто чем мог. У кого ребята постарше, те отдавали соседям. У кого ребята помладше. А как еще-то? Ну ты сам посуди своей головой-то. У Мишки на глазах появляются слезы. Жена тоже в чем мать родила. А я тебе вот что скажу. Дядя Вася отрывается от машины. Бедность не порог. Ты вот, я думаю, зарабатываешь неплохо. А много ты родителям помогаешь? Каким родителям? Своим. Каким? Своим ты помоги споро, а потом про чужих спрашивай. При чем здесь родители? А что, они уже ни при чем? Дядя Вася отступает от машины. В руках у него большой гаечный ключ. Уже не нужны родители, да? Чего ты, Пятец и Мишка? Я тебе анекдот рассказывал. Иди ты со своим анекдотом куда подальше. Мишка мнется на месте. Иди, иди, проваливай. Ну, народ, говорит Мишка, к нему со всей душой, а он тебя по матери. Хоть к такой-то матери сходи, язвит дядя Вася и понарошки замахивается ключом. Мишка пятится, озирается в поисках справедливости. Но во дворе никого нет. Полдень. Жара.